Миру. Слава Господу. Скажите, слава Иисусу Христу. Можно меня чуть тише? Я, наверное, так громко, я не знаю, или я здесь так громко. Нормально? Раз, два. Слава Иисусу. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. На секунду, давайте еще раз прочитаем. 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И теперь читаем дальше еще раз. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как же с Ним не даруют нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. И я хочу на секунду остановиться. Кто будет обвинять избранных Божьих? И смотрите, если Бог оправдывает их, то кто тогда обвиняет? Кто приносит чувство вины? Кто приносит обвинение человеку? Кто погружает человека и давит его под тяжестью вины? Под чувством осуждения? Сатана, дьявол. Это то, что приносит дьявол. Понимаете теперь? Бог написано, Он не осуждает нас. Если мы ходим во свете, как Он во свете, то что? Мы имеем общение друг с другом, и кровь Христа очищает нас от всякого греха. Он не осуждает нас. Но более того, Он просто не осуждает нас, потому что Отец, Он есть Отец Милосердия. А более того, Он ходатайствует за нас. То есть Он, как первосвященник будущих благ, стоит перед Небесным Отцом для того, чтобы ходатайствовать, просить за нас о милости пред Небесным Отцом. То есть если Отец не осуждает меня, Иисус не то, что не осуждает, а наоборот ходатайствует за меня, то тот, кто обвинитель, тот приходит, чтобы что сделать? Обвинить меня. И где же Он это делает? Он делает это у меня в сердце, в моем разуме. Он приносит мне это обвинение. И действует сатана очень часто то, что через что он может иметь доступ? Это через душу, через мои ощущения, через мои эмоции. Потому что очень часто, что наша душа, она еще слово не до конца прошло до разделения духа и души. И получается, что дьявол, имея доступ, посылая стрелы, имея место к нашей душе, дая нам чувство осуждения, непринятия, что тебя Отец не принимает, что ты не заслуживаешь Его любви, что ты из всех из грешников ты первый, и так по-прежнему ты первый. И под этим чувством вины дьявол не дает тебе подняться. Но желание Божье сегодня, чтобы Его дети, Его церковь, мы научились твердо стоять в Его любви. Мы научились твердо стоять в непорочности Его крови, в той праведности, в которую мы облекли. Он не осуждает нас. Он ходатайствует за нас. Понимаете? И поэтому нам нужно научиться что-то в своей жизни. То, с чем я столкнулся, то, что я слышу в последнее время из разных источников. Я вижу, ну, может быть, это для меня в моей жизни, я не знаю, но я вижу, что Бог ожидает, Он строит церковь, воинственную церковь. Он хочет, чтобы Его церковь была как полки со знаменами. Он хочет, чтобы Его церковь научилась побеждать врага, научилась стоять во всеоружии, научилась бороться или стоять против козни дьявольских. Он хочет, чтобы мы научились сражаться. И поймите, очень важный момент. Послание к Иоанн говорит в своем послании, он говорит такие слова. Юноши, он говорит, я вам это все, говорит, я написал вам это все для того, чтобы вы знали, что вы победили лукаво, потому что Слово Божие пребывает в вас. Есть что-то, что юноши уже побеждают. И поймите, что бывает наше время отрочества. Вообще бывает только младенцы, только покаялись во кресте, только приняли прощение грехов, дети прощены вам грехи. Отроки, вы уже познали любовь Отца, вы ее познали. Писание говорит, тот же самый Иоанн, в этой же главе, чуть-чуть, да, нет, в следующей главе он говорит такие слова, что и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Мы ее познали. Ты познал ее через жертву Христа. Ты познал ее в своей жизни. Бог являл тебя. Он открывал тебе свою любовь. Он говорил тебе. Ты слышал его слова. Ты, Сын мой возлюбленный. Ты слышал все это. Вот было эти времена, он говорил с тобой это. Но есть дальше что-то за всем этим приходит в твою жизнь. И приходит никто иной в твою жизнь, как дьявол. И приходит точно так же, как он подходил к Иисусу Христу. Точно так же он подходит и к тебе. Не для того, чтобы тебя погубить, но для того, чтобы сделать тебя сильнее. Бог допускает это для того, чтобы ты научился сражаться. Поймите, что даже когда Израиль вышел из Египта, они не все взяли сразу же, всю землю. Осталось что-то, было что-то незавоеванное для того, чтобы они учились сражению. Они учились воевать. И это то, что Бог хочет от нас, чтобы мы научились воевать. Научились сражаться против козней дьявольских. Давайте прочитаем это местописание. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто тебя осуждает? Христос? Он умер за тебя, но и воскрес. Он одеснует Бога. Он ходатайствует за тебя. Кто отлучит нас от любви Божьей? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Может ли скорбь, которую ты проходишь в своей жизни, может ли она отлучить тебя от его любви? Нет. Может быть теснота? Нет. Может быть голод? У тебя нечего, недостаток пищи может в тебе есть. Но может ли недостаток этой пищи отлучить тебя от его любви? Может духовной пищи недостаток может тебя отлучить? Может ты перестал духовно питаться, и поэтому ты считаешь, что ты отлучен от его любви? Типа он стал любить тебя меньше, потому что ты перестал читать его слово. Нет, ты сам обкрадываешь свою душу и лишаешь ее ободрения, подкрепления, лишая ее слова Божьего. Потому что слово Божье это оружие, это меч, который необходим тебе, это то, что подкрепляет твою душу, это то, что нужно тебе для того, чтобы ты мог встать против козни дьявольских. В Ефесянам 5 глава, 6 глава, где говорится о всеоружии Божьем, все это всеоружие, и пояс истины, и броня праведности, обувь благовествования, шлем спасения, щит веры, это все, и меч Духа, который есть Слово Божье, это все, эти все, все оружие, оно основано на Слове Божьем. И если ты лишил свою душу Слова Божьего, или лишаешь свою душу Слова Божьего, это не говорит о том, что теперь Бог тебя любит меньше, он теперь от тебя отвернулся, или он теперь тебя ненавидит, или он тебя решил отбросить, или еще что-то. Нет, просто ты сам, оставляя душу свою без защиты, без шлема, враг спокойно атакует тебя в твои мысли, потому что ты не облег сюда, не одел этот шлем на голову, не облегся в эту броню праведности, не взял этот меч Духа в свои руки. Причина лишь только в этом, но ни в коем случае она не в Боге. Кто отлучит нас от любви Божьей? Нагота. Может ли нагота отлучить? Я хочу тебе сказать, что твоя нагота, твоя нагота никогда не может отлучить его от любви Божьей. Никогда. Никакая нагота, ни физическая, ни духовная, она не может тебя отлучить от его любви. Он может сокрыть лицо свое. Ты можешь оставаться по-прежнему плотским христианином. Он по-прежнему будет тебя любить, но это еще не означает, что ты пойдешь в небо. Бог никогда не перестанет тебя любить. Знаете, бывало и такое, что мы только пришли в церковь, и Павел говорит, у вас есть распли, у вас разногласия, у вас ссоры, у вас зависти и так далее. И он перечисляет вот эти пункты, и он говорит, так подчеркивает это все одним словом. Он говорит, вы плотские. Просто, говорит, вот есть категория плотских христиан. Дальше он подчеркивает, есть другие, есть что? Есть дальше душевное, плотское душевное. Следующий момент, который мы, как мы, как христиане, можем находиться на каком уровне? На душевном уровне. Мы можем воспринимать Бога через знание слова и через свои ощущения, через то, что мы чувствуем. Вот мы переживаем наши эмоции, наши ощущения. И это означает, это говорит о душевной сфере нашей жизни. Но есть духовное. И духовное, оно основано, оно имеет под собой основание Слово Божье. И весь вопрос заключается в том, просто, чему ты будешь верить. Духовный человек, это человек веры. Но его состояние духовности напрямую зависит от того, что Слово Божье пребывает в этом человеке. И он пребывает в этом Слове. Если Слово не пребывает в тебе, и оно не вселяется в твое сердце обильно, и ты не пребываешь в Его Слове, это говорит лишь о том, что точно так же ты не будешь пребывать в Его Слове. Вот почему у тебя нет силы для того, чтобы противостать врагу. Потому что ты не питаешь свой дух, у тебя нет внутри тебя Его Слово. И поэтому Слово в твоих устах, оно не имеет силы. Ты пытаешься противостать дьяволу, ты пытаешься сказать ему, пошел прочь, но ничего не получается. А почему не получается? По одной простой причине, Слово не живет в тебе. И ты не живешь в этом Слове. Вот в чем вся суть. И если мы не научимся жить в этом Слове, если мы не научимся, чтобы Слово Божье обильно пребывало в нашем сердце, как написано в Колоссяном, Слово Христово, да вселяется в сердца ваше обильно, мы никогда не сможем стать духовными христианами. Никогда мы не сможем стать сильными христианами, потому что в Слове Божьем есть сила. Я замечал, как очень часто, когда из моей жизни уходило, хоть на какое-то время уходило Слово, я видел, как я замечал, как я сразу, у меня уходила молитвенная жизнь. Уходило Слово, и сразу ты постепенно, ты не замечаешь, ты не знаешь, о чем молиться. Уходит Слово, и ты не знаешь, о чем молиться. А когда ты не знаешь, о чем молиться, и знаете, это то, что дьявол убирает из нашей жизни, потому что там же в Ефесянам, когда он перечисляет наше всеоружие, он говорит дальше, и во всякое время молите всякую молитву в духе, правда? То есть второе всеоружие, которое он говорит, чтобы мы взяли, это молитва. И как только мы оставляем первое, мы оставляем Слово Божье, дьявол у нас ворует и молитвенную жизнь. И тогда мы получаемся, что мы духовно слабы, и мы не можем противостать врагу, мы не можем встать тогда против козни дьявольских. И вы знаете, потом, даже недавно у меня был такой момент, и я заметил, я просто ехал в машине с напарником, и я говорю, слушай, давай будем слушать Евангелие. Я включил Евангелие, мы стали слушать, и тотчас, знаете, как будто как шалом приходит, и сразу разум твой наполняется Словом, обновляется дух твой, потому что просто пришло Слово. В Его Слове это Слово, это оружие Божье, и оно сильное Богом. Когда оно внутри тебя, оно сильное Богом. Когда оно на устах твоих, оно сильное Богом. Если Слово, если сердцем будешь веровать, если сердцем будешь веровать, а устами будешь говорить, то спасешься, то победишь. Но поймите, очень важный момент, мы должны научиться верить сердцем, не разумом своим, а внутренним духом своим верить сердцем своим. И Слово Христово, оно обильно вселяется в сердце. И именно вера, которая в сердце дает нам спасение, именно вера, которая в сердце дает нам победу и силу для того, чтобы наступать. Без этой веры, без этого слова, пребывающего в нас, мы не сможем наступать на силу вражью. А Бог, Он ожидает, Он хочет от нас, чтобы мы стали сильны и были сильной церковью. Не только наша церковь. Я знаю это повсеместно. Это церковь в последних день, потому что перечисляется ее, блистающая, как заря, как солнце, как луна, а дальше идет, перечисляется, грозная, как полки со знаменами. Я уверен, что церковь в последних день, она должна стать церковь, которая наступающая на силу вражью. Но вот эта церковь, она станет тогда наступающей, уже повторяться буду, наверное, когда внутри будет пребывать Слово, и мы будем пребывать в этом Слове. Смотрите. Ничто не может отлучить от его любви. Нагота, опасность, меч, как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем. Скажи, все преодолеваем. Но все это преодолеваем. То есть нам есть что преодолевать. Поймите, когда мы находимся в наготе, нам надо преодолеть это чувство, это обвинение, которое приносит дьявол, или осуждение. Нам нужно преодолеть что-то в своей жизни и остаться в его любви. Нам нужно преодолеть, находясь во всех этих испытаниях, нам нужно преодолеть находясь в голоде мы преодолеваем находясь скорби мы преодолеваем мы все равно приходит трудности или болезнь или проблемы но мы все равно остаемся твердо стоять на фундаменте его любви я возлюбил тебя любовью вечной не оставлю не покину не отвергну тебя и и хотя говорят против твои чувства ощущения обстоятельства говорят противоположно но его слово все равно истина ибо я уверен что не смерть не жизнь не ангелы не силы не настоящая не будущее не высота не глубина не другая какая тварь не может ничто не может ничто никогда ни при каких обстоятельствах слышите звуки ничто никогда и ни при каких обстоятельствах не может отлучить нас от любви божьей во христе иисусе и давайте мы с вами откроем евангелие от луки 4 глава евангелие от луки 4 глава мне нравится то что было с иисусом я прочитаю немножко из предыдущей главы я прочитаю из 3 главы когда же иисус 21 стих когда же иисус крестился когда же крестился весь народ и иисус крестившись молился открылось небо и дух святой сошел на него в телесном виде как голубь и был голос неба говорящий ты сын мой возлюбленный в тебе мое благоволение другом переводе ты сын мой любимый в тебе моя радость и посмотрите я просто представил на секунду знаете представьте себе открытые небеса здесь вы стоите над вами открывается небо вы видите открытые небеса вы слышите голос обращенный лично к вам никому-то другому лично к вам ты сын мой возлюбленный его слово как вода огромный водопад сходит на тебя ты просто под этими словами ты падаешь уже вот так вот потому что это слово само слово имеет такое одно только слово иметь такой вес такую силу оно сходит на тебя словно волны словно ты стоишь под неотгарским водопадом и но так вот сливается на тебя ты не можешь устоять под этими словами ты сын мой любимый в тебе моя радость в тебе мое благоволение и вы слышите и вы видите небо открытым, вы слышите Его голос. И такое присутствие Божие, просто колоссальное Божие присутствие. И что происходит дальше? Смотрите. И тот час, тот час Дух Святой ведет Его в пустыню. И такой резкий контраст. Боже благий. Я тут вчера на молитве стоял ночной. Такое присутствие Твое. Ты говорил, что я люблю Тебя. Ты говорил, что никогда не оставлю и не покину Тебя. Что вот, ну все, буду всегда с Тобою. Боже, а тут теперь, а что ж теперь? И сказал вот, из сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии напоследок взялкал. Тут Божье присутствие и буквально сразу же на следующий день, может быть в тот же день, я не знаю. И сразу же приходит испытание, приходит дьявол в жизнь. И ты думаешь, ну как? Ну почему так, Господь? Ведь я же Твое дитя возлюбленное. Ты же сказал, что вот все будет хорошо. Ну где же оно все хорошо, когда я вижу, что не все хорошо. Здесь искушение, там отпадение, или там проблемы, там скорбь, там я вижу наготу, Господи, а там голод. Ну ты же говорил, что все будет хорошо, что ты будешь со мною. Но поймите, очень важную вещь. Он сказал тебе это, и его слово, оно да и аминь. Но проблема вся в том, что то, что хочет сделать враг, он хочет сосредоточить нас на наших органах, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, чтобы мы не были уверены в этом слове возлюбленный. Чтобы мы не стояли твердо на этом фундаменте его слова. Ты сын мой возлюбленный, и к тебе мое благоволение. Нам нужно научиться, вы понимаете, нам нужно научиться сражаться и побеждать эти атаки дьявола, для того, чтобы твердо стоять на фундаменте его любви, на фундаменте его безусловной любви. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. И тебе нужно, он говорит, послушай, я как обещал тебе, что я буду с тобой, я буду с тобою. Вы знаете, мне Бог даже такой пример, Он привел. Ты можешь ли ты ощущать, именно ты чувствуешь, что жена любит тебя? Я могу ощущать, я могу иметь чувство по отношению к ней, свою любовь, да? Но как я могу сказать, что она любит меня, потому что я чувствую ее любовь? Я знаю ее, я вижу проявление этой любви, я вижу действие этой любви, я верю ее словам, тому, что она говорит, что я люблю тебя, я верю слову, и я вижу действие, которое подтверждает это слово. Но посмотрите, но что очень часто происходит с нами, с детьми божьими, которые тут вот они купаются просто на волнах божьей любви, в этой, знаете, принимают эти ванночки, еще дети, вот отцовской любви, вот у них все так хорошо, и вдруг уже раз, и папа руку забрал, и все, и нет, не любит меня отец, руку забрал. Он просто дал тебе возможность ходить, он просто учит тебя, чтобы ты научился ходить, чтобы ты научился преодолевать трудности, чтобы ты научился побеждать. Поймите, юноши никогда не станут сильными, никогда, пока они не научатся что-то побеждать. И если пришел, пришло время в твоей жизни, пришли такие трудности, значит, это говорит о возрасте твоем, о том, что ты становишься юношей, и тебе нужно научиться преодолевать, научиться жить не тем, что ты ощущаешь, не своими чувствами, не тем, что ты видишь глазами, не тем, что ты видишь в своей жизни скорбь, не устройство на работе, может быть, не устройство дома, и ты думаешь, наверное, Бог разгневался на меня, наверное, я уже не угоден ему, нет, это все то чувство, которое приносит тебе дьявол. Отвергни это, стань на фундаменте его слова. Мы пели сегодня эту песню в самом начале, что его, о его слове, которая говорила, забыл слова первой песни. Да, вот, точно, я сделал выбор верить в Слову Божию, я сделал выбор, и я просто хочу тебя, ободрить тебя сегодня, послушай, те трудности, что ты проходишь, они даны тебе, потому что ты можешь через них пройти. Бог не допускал бы их в твою жизнь, если бы Он знал, что ты к этому не готов. Я, вы знаете, я такой случай произошел. Я когда вот ехал, вот это, услышал вот это место описания об Иисусе Христе, который услышал голос, ты сын мой возлюбленный, и тотчас, который оказался в пустыне, и как он сразу проходил эту пустыню, и можно было сказать, ну где же эта любовь тогда, как же я возлюбленный сын, где же она все. И вы знаете, что интересно, закончилось, я приехал на стоянку, поставил машину, и выходя из машины слово, будьте внимательны к тому, что вы слышите. И я остановился и начинаю вспоминать, что слышали. Я перечисляю, начинаю вспоминать это откровение об Иисусе Христе, ты сын мой возлюбленный, и о том, что он оказался, был в пустыне. И вы знаете, я выхожу как-то под этими размышлениями, в одной руке держу так телефон, ключи. А ставлю когда машину, у меня такие, знаете, столбы, и между столбами цепь натянута. И я не рассчитал, как-то задумавшись о его любви, я зацепился ногой за эту цепь, и со всем весом, вот так вот, всем весом гупнулся на асфальт, содрал все локти, в руках был телефон. И я этим телефоном, знаете так, со всей силы, вот как он был у меня вот так вот в руках, и я вот так вот падаю, и этим телефоном вот так об асфальт, экраном вот так гупнул его. Я уже не стал его поднимать, сначала встал, посмотрел на локти, все такое, ну первое, знаете, боль сразу уходит, когда. И я после этого уже беру, думаю, телефон, мысль за телефон, ну думаю, там, наверное, уже все. Потому что там даже малейший камушек, если был бы, там дырка была в том телефоне. Я поднимаю этот телефон, а на нем ни одной царапины. Я думаю, боже благе, как-то говорит, там достаточно, ну, бугристости какой-то, ну, со всего, со всего размаха, не то, что я его бросил, я упал вместе с ним и на него упал. Я вот думаю, господи, и знаешь, вот ты сын мой возлюбленный. Я думаю, так грохнутся, но послушайте, поэтому почему Бог хочет обратить на что, ну, мое внимание, на что он обращает, может быть, это для меня лично, я не знаю. Но он говорит именно о том, что есть видимая часть, а есть его слово. И он хочет, чтобы мы научились стоять на его слое. Для того, чтобы из душевного нам вырасти в духовных, возрасти в духовных, нам нужно питаться словесным молоком. И чем обильнее его слово входит в наше сердце, тем зрелием мы становимся. И мы становимся зрелыми не только от того, что слово приходит, а мы становимся зрелыми от того, что мы через что-то проходим. Поймите, опыт сражения — это такая штука, которую ты не предобретешь в отрочестве. Она приходит с возрастом, она приходит с годами. Понимаете? И вот это сражение, оно точно так же, оно приходит. Ты сражение за сражение. То ты побеждаешь свой гнев, то ты побеждаешь свою обиду, то ты, может быть, ты побеждаешь свою плоть, которая восстает, то ты побеждаешь еще что-то в своей жизни. Но у тебя непрестанно есть сражение. И я хочу тебя ободрить сегодня. Послушай, ты должен научиться сражаться. Ты должен научиться сражаться, потому что ты находишься в армии Иисуса Христа. Есть духовная война, есть ангелы тьмы, есть ангелы света, есть царство тьмы, есть царство света. И между всем этим находятся мы, дети Божьи, которые участвуют в сражении, которое идет между Богом и между сатаною. Понимаете? У нас есть это сражение, и нам нужно, понимая все это, облечься во всеоружие Божьи. И для того, чтобы сделать это, прежде всего нам нужно, встаньте, припоясавший чресло вашей истинную. Самый главный вопрос, самый первый вопрос, он говорит о том, это Петр говорит, прежде всего, он говорит, встаньте. И Павел тоже говорит, он говорит, встаньте. Сбросьте это бремя, сбрось себя то, что приносит тебе ту несвободу, которую дает тебе враг, сбрось это все, отвергни это все от себя, потому что он возлюбил тебя. И дальше он говорит, что тебе нужно делать, встань и припоясавший свое чресло истинную. Припоясавший чресло истинную, дальше он говорит, непрестанно молитесь за все, благодарите. То есть следующий факт, это то, что у тебя есть молитва, и тебе нужно употреблять усилия для того, чтобы молиться. Потому что порой не получается по-другому, как только заставить себя встать в определенное время для того, чтобы молиться. У меня такой был жуткий день, и по одной такой простой причине, это было на днях. Я вот не помню только какой из них. Работа, у меня новый напарник. И вы знаете, я просто, я думал, что у меня работа начнется, ну где-то часов, бригада одна вернется, часов с 12. И я спокойно, мои уйдут в школу, я спокойно могу встать потом, я помолюсь, почитаю. А тут мы раз, 8 часов, и хоп, мне уже звонят, все, мы уже едем на базу, давай выдвигайся. И я понимаю, что я упустил время, которое я должен был употребить для молитвы, для слова. Я упустил это время. Безусловно, что, знаете, не было, конечно, таких каких-то там явных срывов, там, ну, знаете, такого не было, слава Богу. Но я настолько ощущал борьбу в этот день, то в одном, то в другом. Знаете, вот то там какое-то. Мне когда сказали, что у меня будет новый напарник, что тот, ну, тот уже не вернется. И мне, мне, мне плакать захотелось. Честное слово, это уже пятый напарник. Я говорю, Господи, я уже устал их учить. У меня уже просто, у меня просто, знаете, ну, вы смеетесь, а когда тебе все, знаете, это как сержант, которому все время дают новобранцев. И он все время вместе с опытным, ты залез, чик-чик-чик, все, там раз-два, и ты уже, ты справился, ты ушел, ты поехал домой. Он чувствует, знает тебя, ты его, вы понимаете, ты наработан. А здесь только наработал, уходит, только наработал, уходит. И я уже просто, я уже думал, я вчера чуть не заплакал, думаю, Господи, я уже не могу, я уже все, ну, а знаете, и мне пришло понимание, я начальник, а, еще самое, что интересное, что меня вообще добило, я говорю, перед этим я разговаривал с начальством, говорю, если ты задумаешь брать нового человека, пока он не обучится, часть зарплаты, ну, отдавай мне, потому что я делаю всю работу за двоих, ну, 70 или 80 процентов выполняю все работы. А зарплату он получает, ну, то есть, а я получаю тот же самый, что этот. Ну, мы так с ним поговорили, он тоже в церковь ходит. Когда я узнаю, что у меня будет новый человек, я говорю, ну, ты же зарплату-то, мы же договорились. Он говорит, ты притчу помнишь о делателях виноградники? Я говорю, ну, я помню притчу, да. Ну, там, господин праве был распорядиться так, как он посчитал нужным. Он говорит, не задинари ли мы с тобой договорились? Ну, думаю, ну, знаете, ну, что, не стал же, не будешь же воевать? Говорю, окей, ладно, пусть будет. Но это настолько, знаете, оно, ну, вы понимаете, но дело в том, что я вот я когда услышал это все, и ко мне пришел такой стих «Вы не свои». И я понимаю, что я, когда мы разговаривали с начальником, он говорит, ты знаешь, вот будет человек. У него жена, он говорит, ходит в церковь, все дети ходят в церковь, а он не ходит в церковь. И я уже думаю, и когда вот он мне стал рассказывать, и мне пришло это слово «Вы не свои». И я понимаю, апостол Павел, он говорит, я жертвую собой ради приобретения, да, других. И я подумал, мне пришло такое, вот когда он сказал, что вы не свои, то есть слуга не принадлежит себе, он принадлежит господину. И господин может распорядиться так, как он считает нужным со своим слугою. И я понимаю, что, говорю, Господи, если послужит во спасение этой личности, которой жена уже 15 лет молится, и, знаете, ну, говорю, Господь, окей, значит, буду тоже молиться, наверное, и может быть Господь так спасет душу. Ну, кто знает, я, такая, у меня мысль такая пришла, я не утверждаю, что это от Бога. Ну, было такое понимание. И поэтому, вот я, как бы, знаете, на этом хочу закончить, что еще раз подчеркнуть, друг мой, брат мой, сестра моя, независимо от твоих обстоятельств, которые ты проходишь в своей жизни, Бог любит тебя. Он любит тебя, и тебе нужно научиться сражаться. Встань, припаяшь чресло истиной, бодрствуй и совершенно уповай на подаваемую благодать. Встань, припаяшь свои чресла истиной, бодрствуй, то есть в молитве, совершенно уповай на подаваемую благодать. То, что ты должен сделать, это припоясать свои чресла, то, что ты должен сделать, это бодрствовать в молитве, и это остальное, совершенно уповайте на подаваемую благодать, это то, что сделает Иисус. Но ты должен сделать свою часть для того, чтобы, друг мой, тебе на тебя уже пора возложить все оружие, тяжелый вес всеоружия. На ребенка не дашь ему щит, он весит, он много весит, и меч не дашь ему в руки, потому что он даже не поднимет его или упадет, только замахнется и назад упадет с этим мечом. Поймите, меч, если Бог доверяет тебе оружие, и Он хочет послать тебя на брани, чтобы ты шел, побеждал врага, чтобы ты наступал на этих бесов, чтобы ты возлагал руки, и они получали исцеление, тебе нужно научиться ходить в этом всеоружии Божьем. Научиться, чтобы Слово Христово пребывало в тебе, и чтобы ты пребывал в этом Слове, молился во всякое время. Ты должен, Бог желает, чтобы ты был посланный, но облеченный во всеоружие. Потому что если послать тебя, не облеченного во всеоружие, ты опять упадешь. Но чтобы ты научился стоять, в день злой ты научился стоять, тебе нужно облечься во всеоружие. И тогда ты сможешь быть и побеждающим, и тогда ты сможешь стать тем юношей, которые победили у Кава. Борьба, она есть во все дни, даже отцы, они тоже продолжают вести какое-то сражение. Знаете, есть отроки, юноши, да, а дальше отцы. Я понимаю, что я не дорос еще до этого. Что если юноши сталкиваются с этим? Если ты сталкиваешься со сражением, значит, ты юноша, на которого Бог хочет возложить вес. Аминь. Давайте мы помолимся. Вы что-то приняли сегодня? Это честь. Договор. Договор подписал. Ладно, в общем, Бог благ. А чем мы будем молиться? Давайте за Виолетту помолимся. Я сегодня читал ЦДС и столько. А есть еще нужды? Давайте за нужды тоже помолимся. Нужды принеси. Отец небесный, мы превозносим Твое имя. Иисус, прежде всего мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты дал нам, Господь, сегодня слышать. И я молю Тебя, Господь, помоги нам, чтобы мы не были слушателями, забывчивыми, Господь. Но чтобы Твое Слово, Господь, оно реально просвещало наши умы, Господь. Боже, я молю Тебя, помоги нам стать, Господь, чтобы быть твердым духом, Господь, и быть побеждающими, Господь Иисус, в Твоем Царстве. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя, Господь. Боже, научи нас, Господь, облечься во всеоружие Твое, Господь, чтобы бодрствовать и стоять, Господь, и противостать врагу в день злой, Господь. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, Боже, помоги нам, Господь, чтобы Твое Слово, оно обильно вселялось в сердца наши со всякой премудростью и разумением духовно.